Откликнулось 100 человек. Это девушки и парни, которые рассказали о своих защитниках. Для кого-то это дед или даже прадед. Здесь трогательные рассказы о тех, кто прошел ужасы Великой Отечественной войны. Для кого-то защитником стал любимый человек. Это душевное повествование о героях уже нашего времени. Я считаю, что в таком конкурсе просто красиво написать это недостаточно. То есть это действительно такой проект, который обязательно выражает чувства так. Даже если захочешь, как сочинение, наверное, написать не получится, потому что это очень документально. То есть это ссылка на конкретного человека, это фотография. Вели конкурса отметила 10 творческих работ, можно даже сказать исследовательских, потому что студенты воспользовались не только воспоминаниями своих родных, но и архивными материалами Министерства обороны. Была железная дорога, и залегли наши и немцы. И получается 10 метров было расстояние. И он поднял людей, и они пошли в штыковую атаку. Вот это был подвиг, который меня вдохновил. Победители получили от партнеров конкурса не только грамоты, но и различные сертификаты в Центр самообороны, Лазерта-клуб и Клуб военно-тактических игр. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.